И сегодня здесь будет сыгран матч 27-го тура Мэлбет первой лиги между Родиной и Ленинградцем. Команды располагаются в разных частях турнирной таблицы. Родина вовсю борется и рвется в зону стыков в матче российской премьер-лиги. Ленинградец борется за выживание, чтобы не вернулся обратно во вторую лигу. И вот сегодня команда сыграет между собой. Фантастический отрезок у Родины на старте весенней части сезона. И вообще в конце прошлого сезона начался отрезок из восьми игр, в течение которого Родина не проигрывает. Шесть побед и еще две речи. Франк Артига сначала тренировал вторую команду Родины. И как раз вот Ананеев у него частенько играл. Ананеев был одним из ключевых игроков. Да, и удар какой! Олег Дмитриев из-под перекладины Корякин ляг достает. Так и не скажешь, да, что Олег Дмитриев еще не имеет забитых мячей за Родину. Химки проиграли Шиннику. Пожалуй, главная сенсация этого тура. Пока вот этот момент досмотрим. Ух ты! Ничего себе! Все пустые ворота. Амур Калмыков не попал. Вот это привоз. Вот это Карабашев, конечно, молодец. Устроил тут танцы с буллами в штрафной своей уже во вратарской. Да, и Калмыкову просто попасть нужно было. Мы, на мой взгляд, ну вот не дали ему поиграть в РПЛ. Футболист, на мой взгляд, абсолютно справился с этой ролью. Еще один удар! И мяч летит в створ. Карабашев надежен. Да, Салтмурат Бакаев поймал правой ногой мяч в воздухе и приложился так прилично. Мастеров хватает. Это правда. Подача востока. Калмыков перекладина! Вот уже по-настоящему момент. Момент Амура Калмыкова, его игра. Прекрасные тропометрические данные. Позицию он выиграл. Пробил. И попади мяч в ворота. Это был бы гол. А это уже второй удар Калмыкову после угловых. Горлишвили у мяча. И действительно хорошая подача. В район 11 метров. Удар по воротам! Ух ты! Какой момент в карнер подачи. Отмечаем Горлишвили. И это на ней, конечно, опоздал в этом эпизоде. Волков. Но вот метр правее, метр левее. Я думаю, что задача у Карякина усложнилась бы заметно. И тогда сразу несколько вариантов. У нас возникает здесь удар Калмыкова. Но не получается. Он и сказать, что Карабашев сейчас прямо выручил ленинградца мы не можем. Рядом Калугин и Волков. И снова Максим Беляев. Снова уверенно играет. И здесь Горлишвили влетает. И еще удар Карабашев отбивает. И еще один угловой. Ну вот момент имени Астибиры Горлишвили. Нужен гол. Скандирует трибуны. Подача. И удар за Баканье. Карабашев. Какое спасение. Бог ты мой. Что они там придумали. И разыгранно было здорово. И Карабашев каким-то немысливым образом, шестым чувством парировал этот удар. И вообще перевес на стороне ленинградца. Ни разу Родина эту команду не обыгрывала. Бакаев. Хороший обыгрыш. И подача. Гол. Астимир. Гордишенко забивает. И к этому все шло. Уважаемые зрители. Снова фланговая атака. И на этот раз все закончилось. Взятие ворот. И даже пять защитников ленинградцу не помогли. Все-таки вот не обманешь. Да. Вот это ощущение. Я думаю, что люди, которые играют в футбол. Которые смотрят в футбол. Понимают, что нельзя. Весь матч играть в обороне. Казаков в центре поля. Кого-то будет менять среди центральных полузащитников. Я думаю, что именно вот так. Пока Бакаев еще одна подача. Юшин не в офсайде. Опасный момент. Он в отфеле. Уже ворот. Гордишенко заход на дубль. 2-0. 2-0. Астимир Гордишенко. Дубль. И теперь ситуация для ленинградца становится критической. Большинство реализовали сейчас футболисты Родины. Сергей Киряков жестко высказывает претензии медицинской бригаде за то, что затянули с перематыванием головы Максиму Беляеву, без которого, конечно, оборона ленинградца осиротела. Было рассечение, которое можно было гораздо быстрее замотать. И вот не хватило еще одного человека в штрафной площади. Удар поворотом. Ну, вот так вот. Опеков пробил. 4 минуты добавлено. Да, 4 минуты добавлено. В первом тайме арбитры ничего доволять не стали. Матч, в котором Родина соперника переиграла на умении наклассить. Тимошенко. Удар перекладит ее еще до добивания. Там, по-моему, спас еще Карабашев. Ну, какая красота. Как Тимошенко сыграл, а? Да, Иван Тимошенко пробил. Да, конечно, там Карабашев спас. Мы его все равно отмечаем. Финальный свисток. И ликует просто Франк Артиго. Победный клич. И кулаки вскинуты в воздух, которым он трясет.